привет друзья мы находимся на картодроме змеинка именно здесь тренируются все наши дрифтеры и кольцевые гонщики подать спортивные нотки у меня есть классный автомобиль для вас очень длинной и интересной историей благодаря которой машину можно назвать действительно легендарная subaru в рейк в девяносто втором году на базе штатного городского автомобиля subaru импреза японцы сделали ралли ную тачку назвали ее subaru vrx чуть позже эту версию модернизировали появилась на весь мир известнейшая vrx sti в общем история в этой машины действительно очень долго и очень интересно интересный факт то что в 2007 году subaru vrx перестали выпускать для внутреннего рынка японии и лишь в четырнадцатом году производство вновь возобновилась выходом нового поколения для японского рынка этот автомобиль стал называться subaru vrx s4 есть более старшая версия которая и всегда была subaru rx sti конечно же друзья от обычной импрезы эту красотку отличает практически все во-первых максимально агрессивная морда вот это вот огромная выразительная решетка морда кстати говоря соизмерима не то что измерима прямо аналогичная как у subaru levork по факту машина та же самая немножко забегая вперед скажу да просто в кузове седан но до этого еще дойдем короче говоря визуально машина выглядит очень боевой очень злючи если вспоминать прошлое поколение vrx вот такой вот круглую замыленную морду абсолютно пустые салоны но машина все равно было имя потому что это легендарная тачка то вот в этом поколении японцы реально ну постарались и она прям даже не для субаристов которые ценят subaru каждую идеально ровно абсолютно скучную круглую дверь но вот эта машина выглядит потрясающе для всех я думаю что много меня поддержит кузов отличие от стандартной импрезы у нас расширен это выражается вот такими жабрами на передних крыльях очень сильно выступают пороги за габариты кузова и смотрится прямо в аккурат не больше не меньше я бы этой машине добавлял непонятно зачем у нас сделали серое ухо но это субаровская фишка на многих приходит вообще с красными ушками да вот эти версии стайки точно так же как и на леворгах у нас это смотрится как индекс такси конечно но может быть это под диски которая здесь у нас 18 облегченные стандартные субаровские в рейк совы и вот они смотрятся классно для по задней части тоже вопросов нет машина выглядит просто идеально ничего сюда добавлять не надо вот общий стиль аэродинамики как задан у нас ноздри с вот этих вот угловатых бамперов так он у нас и заканчивается вот этим плавничком вот этой вот накладкой на багажнике которая прям не больше не меньше никаких громадных спойлеров не надо сюда городе да как на старые стишки друзья задний бампер у нас заканчивается вот таким вот сплитером который у нас текстурирован под вафлю издалека этого конечно не видно но тем не менее создатели заморочились у нас здесь по 4 выхлопные трубы естественно это 2 сдвоенные выглядит максимально злюча спортивно блин очень четко внешне за машину пятерочка что у нас в самом сердечке мотор f-a20 объемом 2 литра и мощностью 300 лошадиных сил мотор нам уже хорошо известен по более старшим товарищам так назовем их потому что они больше это subaru forester турбовый и subaru ливорг конечно же самая топовая версия по технически в ливорге считается вот таким мотором есть еще старшая версия sti на 329 сил самой топовой комплектации мотор работает в паре с line tronic ам это стандартный субарский вариатор очень много о нем было болтовни то они ненадежные то с ними какие-то проблемы но по факту проблем нет ни разу эти вариаторы еще никого не подводили но если конечно брать нормальную эксплуатацию в общем штука надежная вариатор усиленный есть возможность переключения вручную да с помощью лепестков и так далее напоминаем что раньше тачка была раллийной сейчас сложно ее назвать таковой потому что все таки и и во-первых будет жалко во вторых она все таки более сбитая городской вариант это так поноситься подходить с ума где-то погонять по трассам и покайфовать действительно по получать удовольствие просто от того что ты управляешь тачкой полностью по системе полного привода которая у subaru тоже во всех поколениях считалась легендарной и у нас все говорят как только выпадает первый снег субаристы всех поколений со всего города оживают просто и начинают с ума сходить по дорогам городским здесь у нас стоит система распределения крутящего момента по осям зависимости от угла поворота от пробуксовки колес и так далее то есть эта машина совместимости с системой контроля устойчивости поперечный вот эта система придает машине необычайно уверенную проходимость поворотов тачка легендарная основное направление у нее не поменялось машина как была спортивно-спартанской таковой и остается но технических новинок разнообразных систем безопасности и помощи в управлении в этой машины просто изобилие друзья салон ну точно такой же как и выше упомянутом subaru или work четкий классный повторю что раньше subaru никогда не отличалась классными салонами то есть в рэйк садишься у нее карабасик 3 крутилки все абсолютно ровная панель пустая никаких кнопочек никаких чего повезет есть у вас не на веслах но это конечно уже борщу да по электрике по всем системам жизнеобеспечения там всего хватало но было очень пусто последних поколениях subaru все таки видимо прислушалась ко всем и даже форики я точно также было пустовато subaru или work вообще не говорю но и вот этого тласточка со схожими салонами выглядит очень классно во первых по форме да вот эти у нас два козырька которые дополняют друг друга черный потолок но предел мечтаний смотреть на этот руль да он просто как в боинге здесь можно управлять вообще всем три режима управления трансмиссией до sport share спорт и просто интеллигент драйв позволяют как сказать настраивают режимы разгона автомата настраивает режимы автомата очень качественно простроченные сидушки это у нас кожа ну и как кожа само собой вот здесь вот кусочек старого subaru я заметил потому что вот вот эта текстура самый простой пластик которым уже нигде нету здесь даже торпеда мягенькая а вот здесь вот кусочек старого пластика зачем-то они ставили видимо чтобы мы не забывали о корнях все у нас складывается открывается подогревы всего лепестки да то есть у нас можно переключать вручную вставочки под карбон стильно четко даже люстры освещения салона у нас при тонированы все импрезы у нас идут ай сайт я имею в рэкс и да точно так же как или в орге то есть система контроля полосы которая здесь у нас с активным удержанием машины в полосе то есть вы уснули где-то руль отпустили из полосы начинаете скатывать машина сама вам подрулит обратно точно так же как и притормозить перед появившимся препятствием и так далее и тому подобное в общем тачка помогает нам с вами друзья выжить но за рулем лучше не спать сзади у нас все кайфовенько точно так же в принципе по месту как и в леворге да единственно что нету багажника достаточно большой подоконник задний который мне кажется будет дребезжать у нас на кочках потому что он сделан точность того же вот остаточного субаровского пластика я так его буду называть вот можно открыть проход в багажник что позволяет вам возить не габарит либо достать какую-нибудь сумочку до без остановки если что-то сильно резко понадобилось вам штука классная во всех тачках мне это очень нравится где есть возможность всегда не залезть багажник вот такой вот у нас раздельный подлокотничек кстати говоря в этом поколении японцы также задумались и доделали модернизировали систему безопасности то здесь у нас даже в задних стойках для пассажиров спрятаны подушки безопасности то есть машина максимально безопасно видимо знает кто покупает потому что субаристы все кто берет тачку себе мощностью 300 лошадей вряд ли будут спокойненько ездить так что друзья subaru думает о нас пойдем посмотрим что у нас по багажнику по форме мне напоминает subaru legacy b4 вот эти вот там начала двухтысячных годов конца девяностых очень популярная была в свое время машинка и почему-то вот эта задняя часть так скажем ее мне напоминает больше legacy чем импрезу зачем говорить про багажник место не то чтобы очень много например я ожидал побольше увидеть в олеоне или в премию если говорить о практичности автомобиля да то это не самый практичный вариант хотя можно убрать спинку да и грузить что-то негабаритное но опять же те кто задумывается о практичности и не хочет терять в эмоциях возьмут subaru lework правильно кстати говоря интересный факт subaru rx sti с левым рулем выпускается на моторе объемом два с половиной литра ежи 257 а японские стишки идут на двухлитровом ежи 20 старом добром самой топовой комплектации 329 лошадиных сил у вас будет на двухлитровом моторе чё погнали прокатимся друзья раз уж мы находимся на автодроме зминка и у нас такой потрясающий мощный автомобиль мы просто обязаны немножко подать ему овса subaru lework друзья практически то же самое немножко мне непонятно что за задержка сейчас было между нажатием педали газа а помним как дядька шамач учил забыл коробку спорт режим переключить наверно ну-ка сейчас вот это другое дело сразу отзывчивость у нас увеличивается и повороты машины действительно проходит слушайте ну прям мне вкатывает кто говорил что subaru не кольцевая надо быть себе такую же купить и погонять потому что на чужой тачке все-таки не можешь максимально на всю мощь давануть но кайф кайф то есть эмоции вы получать будете в любом случае сумки конечно здесь нету никакой но когда вы давите педаль в пол смотрите как растет у вас стрелочка на тахометре за ней стрелочка на спидометре вам вообще ни до какой шумки дело не будет вот прям для себя любимого такую машину покупать слушайте друзья на тачка реально кайфовая по треку рулится как карт кстати говоря сегодня с утра мы устроили заезд на вот этом в рейксе против honda accord cr6 как думаете кто победил по итогам трех заездов победу одержал в рейкс но это в принципе не удивительно 300 subaru ских чистокровных лошадей друзья что по ценам а мы помониторили цены на автомобили которые уже ввезены в россии нашли 6 вот таких автомобилей с правым рулем и 6 таких же с левым цены начинаются от 1 миллиона трехсот тысяч рублей среднем на аукционе цены примерно точно такие же от миллион двести пятьдесят миллион триста можно рассматривать дальше уже зависимости от версии комплектации и так далее и все как вы уже знаете вот эта машина с пробегом 90 тысяч вышло почти один миллион семьсот тысяч рублей но уверяю вас вот конкретно эта ласточка всех своих денег стоит друзья но и стишки если вы хотите стишку настоящую японскую чистокровную от 25 с половиной тысяч долларов вы должны рассчитывать бюджет на такую ласточку мы еще ни одну не привозили но как только так сразу покажем кто покупает такие автомобили во-первых аналогов у нее практически нету это у нас идеальная совместимость комфортной красивой и очень динамичной тачки которая будет доставлять эмоции от управления ей каждый день уверяю вас будет да возможно не хватает немножко по шумоизоляции по городу да там по нашему городу во всяком случае москве таких проблем у вас не будет но по колдобинкам когда вы это дело преодолеваете все равно ощущается какой-то недостаток люксовость но как только вы выезжаете на ровную дорогу нажимаете педальку чуть-чуть посильнее вы сразу понимаете за что вы были готовы заплатить такие деньги и я ваш интерес разделяют потому что если вы любите ощущать эмоции абсолютно неважно сколько стоит какая раз сколько она стоит если тачка то которая вам нужна я бы сказал так очень классно что subaru дает выбор и на этой же технической платформе вы можете себе приобрести практичный универсал subaru леворг у него есть две базовые комплектации на моторе 16 литров с мощностью 170 лошадей и вот такая же 300 сильная turbo двушка машины за глаза хватает для любых вообще целей единственное слабое место как вот этой малышки так и у леворга это конечно же клиренс 135 миллиметров он составляет 13 половиной сантиметров в общем друзья следите за нашими обзорами подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны ставьте лайки и до новых встреч компания сфера кар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживания и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сфера кар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля